Привет, милые зрители! В эфире Первого городского информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас я вам расскажу про своевременное метеопредупреждение, про штрафы по лицу и самую дешевую новостройку в России, которая находится в Кирове. Это субъективный взгляд на события этого дня по моей версии. Как обычно, коротко и занятно. Поехали! Своевременное метеопредупреждение. Сегодня, 15 апреля, Кировская МЧС предупредила о том, что наступили плохие погодные условия, что в регионе сегодня ожидается снег, дождь и ветер. Предупреждение это появилось около 8 часов утра, примерно в тот момент, когда многие кировские автомобилисты уже стояли в пробках. До сюда ехал, наверное, минут 40. Ну, пробки были. Отвратительно, грязно. И снег. Лужи, да, скользко, ямы. Ям очень много. На Московской. На мосту. Минут 40. Опоздал. Везде опоздал. На улицу, да, Московской 7. Ужасная пробка была. Ну, центральные дороги все в порядке. А во дворах сыро. Сыро. Очевидно, что эти пробки были спровоцированы плохой погодой, которая наступила, как обычно, внезапно. Движение на многих улицах было практически заблокировано. Многие кировчане опоздали на работу. На улицах Ленина, Воровского и Московской многие стояли более часа. Такие дорожные коллапсы образовались, потому что многие водители были не готовы к внезапно наступившей зиме и уже поменяли резину с зимней на летнюю. Хотя, в принципе, должны были бы помнить о том, что метель в апреле дело привычное. Ровно в тот день, когда кировские автолюбители стали в пробке, на Вятке тронулся лед. Крупные льдины начали движение по реке, а уровень воды за сутки поднялся на 21 сантиметр. Специалисты прогнозируют, что вода поднимется до 5 метров. Ответственная лиса готовится к половодью, держит под контролем зоны подтопления. А в Вересниках уже готовят деревянные поддоны, лодки и молитвы. Долгожданная новость от администрации города Киров. Сегодня на сайте администрации появилась весть о том, что там, в городской администрации, наконец-то нашли причину затопления подземных переходов. Спустя много лет, наконец-то выяснилось, что вода просачивается сквозь стенки подземных пешеходных переходов. Сейчас гидроизоляция находится в аварийном состоянии, а установка поддонов и откачка воды ситуацию не спасают. В администрации города готовят смету на восстановление гидроизоляции. Но я напомню, что, например, подземный пешеходный переход у мечты был построен в 2008 году. То есть гидроизоляции у нового подземного пешеходного перехода хватило на 14 лет. С другой стороны, и компания-строитель подземного пешеходного перехода КЧУС эти 14 лет тоже не пережила. В Фаленском районе размыло отремонтированную дорогу. От деревни Филейки до села Палом застряла буханка Почты России. Ее пришлось транспортировать с помощью трактора. Добраться до этого населенного пункта не может ни скорая, ни грузовые автомобили с продуктами. А местные жители говорят, что эту дорогу отремонтировали аккурат перед Новым Годом. Вадики не идут. Скоро помощь на Вадике. Ни вы не идут. На чем еще ехать-то? Глава администрации уезжают только с КамАЗом, потому что КамАЗы молочку возят в УУУ. Это Ульмуртская республика. Они с КамАЗами где ходят? Они по х***ю грези доползут. И деваться некуда и натереть. Молоко за нее это ничего. Че, скиснуло? Просто дороги нет. И как с горестью отмечают местные жители, если размыть бюджет, то размоется и дорога. Ну а сейчас федеральные новости, которые связаны с нашим городом. Один из крупнейших сервисов по продаже недвижимости в России ЦАН составил рейтинг по доступности жилья. Так вот, Кировская новостройка стала самым доступным жильем на первичном рынке. Как говорят специалисты ЦАН, Киров это единственный среди региональных центров, где до сих пор представлена в продаже недвижимость с бюджетом до полутора миллионов рублей. Речь идет о квартире студии площадью 22 квадратных метра, которая расположена по адресу улица Анжелия Михеева, 18А. И вроде бы прекрасная новость, но есть небольшие детали. Деталь первая. Эта новостройка выглядит вот так. Деталь вторая. Сдача этого дома планируется на четвертый квартал 2022 года. И, наконец, деталь третья. В этой новостройке весной произошел пожар. Новая инициатива. ГИБДД будет штрафовать по лицу. Конечно же, не в прямом смысле этого слова. Общественная палата подготовила законопроект и направила его уже в ГИБДД и в Госдуму. Согласно этому законопроекту, ГИБДД будет вычислять правонарушителей с помощью камер видеофиксации. Что позволит сократить штат сотрудников ГИБДД и выполнять большую часть задач с помощью техники. Ну и напоследок об истории и круглой дате. В Диораме открылась выставка к столетию вятской пионерии. На этой выставке будут представлены более 20 экспонатов, среди которых вымпелы, значки, фотографии вятских пионеров и многое другое. Посетители смогут присесть за парту и сфотографироваться в специальной тематической фотозоне. Узнать, кем был вятский пионер, можно будет до 10 июня. В студии был Роман Корнеев. Действующий пионер, поскольку из этой организации меня никто еще не исключил, а в Комсомол принять не успели. И напоследок я бы хотел напомнить, какой город такие новости. Пусть и город и новости будут во. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин